МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы продолжаем нашу рубрику о птицеводстве на дачном участке. И тема нашего сегодняшнего выпуска – правильный рацион питания домашней птицы. Поможет нам разобраться в теме представитель компании Мегамикс. Основной рацион птиц можно разделить на три фазы. Это старт, рост и финиш. В несушке еще есть отдельное направление, как фаза 1 и фаза 2. В первые дни жизни цыпленка важно дать правильный старт и развитие. Отсюда и название рациона. Комбикорм должен быть забалансирован. По протеину, по кальцию, по аминокислотам и по необходимым витаминно-минеральным комплексам. На фазе рост, это чаще всего от 14 до 29-28 дня, наблюдаем плавное развитие птицы. Тут должен быть сформирован уже костяк и набирается мышечная масса на созревший костяк. На финишном этапе нам главное не дать тушки зажиреть. Поэтому на финише немного уменьшается количество протеина. И поэтому рацион балансируется по углеводам и жирам. Рацион несушки и бройлера на первых двух этапах старт и рост довольно похож. Единственное, что там немного ниже протеин, так как у нас нет цели, чтобы несушка набрала большую массу. В период яйцекладки несушке необходим кальций, так как этот главный макроэлемент позволяющий вырабатывать непосредственно скорлупу яйца. Следовательно, переходя после роста, мы в нашем комбикорме больше балансируем по кальциум и остальным макроэлементам, влияющим на качество и вкусовые качества яйца. Куры, которые завершают свою карьеру несушек, можно обкормить немного попроще, так как уже мы не получим того яйца, того качества и того количества, которое мы получаем от молодок. И чаще всего здесь уже переходят на либо зерносмесь, либо на рационы попроще, ну и, конечно же, рассматриваются уже в дальнейшем как источник мяса, а не получение яйца. Поговорим в нашем следующем сюжете о том, как правильно выбирать батут для дачного участка. Батут – это универсальное средство времяпрепровождения как за городом, так и в домашних условиях. На что обращать внимание при выборе безопасного и надежного спортивного снаряда? Чтобы разобраться в теме, мы обратились за помощью к самому крупному производителю батутов – компании «Хастингс». При выборе батута в первую очередь нужно учитывать свою семью, сколько человек будет пользоваться батутом, потому что батутом могут пользоваться как дети, так и взрослые. Также при выборе батута необходимо учесть момент про входу в защитную сеть. Есть вариант входа на клапане, он подходит больше для детей, которые малого возраста и могут забыть закрыть за собой вход. Для более взрослых пользователей допустим вариант выбора батута с сеткой на молнии. У батутов, как правило, есть несколько в степени безопасности. Первая – это защитная сетка, в первую очередь. Верхняя – она должна быть из качественных материалов, не поглощать влагу, не быть слишком большой ячейкой. Защитный мат используется из особо прочного внешнего материала, из внутренней прослойки, из поролона. Пружины батута должны закрываться защитным матом во избежание травматизма. По данным проекту мы подобрали батут Dream Game 13 футов. Он подойдет отлично для семьи из двух человек и двоих детей. В комплекте к нему дополнительно мы привезли аксессуары – это баскетбольное кольцо. Также мы привезли лестницу-горку, которая идеально подойдет для детей от двух до шести лет. Также в комплекте к данному батуту у нас идет теневой тент, что обеспечит тень во время солнечных дней и снизит вероятность тепловых ударов для ваших детей. Аккуратная зеленая лужайка – украшение каждого дачного участка. Обсудим далее, какой грунт для газона является идеальным для роста и быстрого развития травы. Грунт для газона обладает фракцией 0,20 мм. Он имеет среднюю плотность и средний кислый PH. PH – это показатель кислотности грунта. 80% этого грунта – это торф. 10% в составе – это песок для улучшения структурирования грунта, для лучшего проникновения воздуха к корням газона. 10% в составе этого грунта – это биогумус. Биогумус – это природное удобрение жизнедеятельности червей, которое способствует активнейшему росту корневой системы. Это все способствует хорошему произрастанию семян в этом грунте, образует хорошую дернину газонную. И свойства декоративной травы сохраняются очень долго. Покажем на примере грунта терравита, как правильно высаживать семена газона в грунт. Для качественного и долголетнего служения газона нужна основа – это грунт. Мы высеиваем семена газонных трав в грунт небольшой толщины на подготовленный участок. Участок должен быть ровным, потому что застой воды приведет к повреждению грунта и потере декоративных свойств. И сверху слой небольшой, где-то от полусантиметра до сантиметра, мы снова засыпаем грунтом для газона. И обязательно полив. Регулярный и тщательный полив способствует прорастанию семян газона. Красивый газон требует правильного ухода. Для этих задач необходимы правильные и удобные инструменты. Газон – это по сути своей ровный плодородный участок земли, засеянный какой-то композицией пазмичных трав. Подбор трав, уход, своевременное кошение, полив, подкормка, аэрация – вот и все, и будет газон. Мы на территории музея-усадьбы Архангельская – один из красивейших парков страны. Он славится прежде всего своими роскошными газонами. А это Александр Нилов – главный лесничий усадьбы. В зону его ответственности входит в том числе уход за газоном и покупка техники для его стрижки. Можно косить, скашивать очень много, но тогда придется остатки газона собирать в мешок, чтобы он не валялся высокой травой. Можно косить очень-очень мелко, разрабатывая скошенную часть в мульчу, которая просто проваливается сквозь траву и как бы является удобрением и мульчой. Но косить тогда нужно довольно часто, чтобы скаживать по чуть-чуть. И все это мы смотрим с учетом погоды, с учетом времени суток. Если будет сильный дождь в ближайшее время, то можем мы смело косить траву, сразу снять много, но мы не должны оставить больших пучков скошенной травы лежать, потому что иначе под дождями может протиснуть и оставить желтые пятна на газоне. Если у тебя засуха планируется, то поливай свой газон. Или очень-очень аккуратненько подстригай, прям совсем чуть-чуть. Перед засухой мы, скосив траву, растение сбрасывает часть корней, и тут оно попадает в такой двойной дефицит влаги, что у нее нет корней, которые могут взять с глубины эту влагу, а сверху влаги уже нет и жаркое солнце. Протестируем с Александром оборудование от компании «Гринворкс» линейки 40 вольт и попытаемся ответить на наш главный вопрос – стоит ли переплачивать за навороченный функционал инструмента? Газонокосилка – это инструмент финишного ухода за газоном, а триммер – это инструмент для борьбы с сорняками или же для скашивания травы в очень неудобных местах, куда газонокосилка не подъедет. Итак, начнем. В нашем списке – триммер бесщеточный и триммер струнный с ножом в комплекте, самоходная газонокосилка и газонокосилка обычная. Он грызет, смотри, какую высокую траву сожрал. Повеселее с двумя аккумуляторами, с таким полуторным захватом, с регулировочками скорости. Абсолютно какая-то хорошая, удивительная защита. И потом, на что я обратил внимание, это то, что регулируется количество оборотов нажатием вот этой вот гашеточки, да, то есть можно делать совсем тихо-тихо ее, впустить вращение, да, а можно максимальные обороты дать. Гашеточка здесь тоже, она тоже информативная, да, сильнее давишь, быстрее вращается, тем более здесь есть вторую скорость, можно включить изначально, да. Я смотрю на ребят, которые косят триммером сад, они обвешиваются бензином, обвешиваются наушниками, все грязные. Здесь, конечно, совсем другое дело. Здесь можно девочке дать повесить на плечики вот этот легенький триммер и пустить, медитировать на газон. Эти две газонокосилки, они не радикально отличаются друг от друга, они, в принципе, очень похожи делают одну и ту же работу. Одна газонокосилка, которая помощнее с двумя аккумуляторами и с ДЭКой 46, делает ее чуточку быстрее, да. Вот это делает эту работу чуточку медленнее. Если нет больших площадей, то можно выбрать любую. Два триммера тоже, они, конечно, их близнецами, братьями, назвать трудно, разница как бы очевидна, да. Здесь моторчик побольше, потяжелее, видимо, это мотор со щетками. Здесь мотор покомпактнее, поудобнее. Управление все на одной гашеточке, да. Здесь есть кнопочка, здесь гашеточки. Хват на этом триммере, как у профессионального, здесь вот такая ручечка, ну, тоже все вполне удобно и эргономично. По ощущениям, вот, чуточку поприятнее, чуточку лучше в руку лег вот этот, да. Разведение птиц в домашних условиях один из самых популярных видов фермерства. В последние годы владельцы курятников все чаще отдают предпочтение содержанию животных в клетках. Любая птица, привезенная из другого региона, из другого хозяйства, должна изолироваться. Броллер в клетке набирает больше массы, нежели чем в вольерном содержании, потому что он меньше двигается, там дополнительный температурный режим, который постоянно сохраняется за счет этого. У него более нежное вкусное мясо и сокращается срок набора. Перечислим все преимущества клеточного содержания птиц. Разобраться в вопросе поможет представитель компании «Сельский дворик». Компания «Сельский дворик» существует 15 лет на сельскохозяйственном рынке. Российский лидер по производству аксессуаров для содержания птиц. Номенклатура состоит из клеток, кормушек и поилок. Производство оснащено высокотехнологичным оборудованием. На территории завода расположена крупная животно-отческая ферма и розничный магазин. У нас номенклатура более 150 номинований, соответственно, и в день мы выводим более тысячи продукции. При клеточном содержании курни и сушек одним из самых важных факторов является плотность посадки птиц. Специалисты рекомендуют помещать в одну клетку только птиц одной породы и желательно одинакового возраста, а также сажать только купленных животных на обязательный карантин. Желательно содержать все-таки отдельно маленьких птенцов от взрослых особей. Если это один выводок и одно поголовье, можно держать в одном помещении. Но если вы покупаете курни и сушек дополнительно с других птицефабрик или с другого места, то их лучше держать отдельно. Рассмотрим основные разновидности клеток для содержания птиц. Клетки бывают для курни и сушек, клетки бывают для бройлеров и для индюшат. Для несушек у них присутствует яйцо-скат, потому что курица несется, соответственно, яйцо куда-то нужно скатывать. Для удобства сбора присутствует яйцо-сборник. А для бройлеров у них более утяжеленная сетка, потому что бройлеры растут и должны выдерживать вес птицы. Это брудера предназначены для содержания маленькой птицы. Птенцов-бройлеров, несушек и гнезда предназначены для содержания в курятнике. Эта клетка предназначена для содержания курни и сушек взрослых моделей с сетей с гатником, поилкой и кормушка входят в комплекте. Также представлена клетка более закрытого типа, она полностью оцинкована. Бывает такое, что когда чисто сетчатые несколько клеток ставятся вместе, лучше их соединить в закрытые помещения, чтобы они не стрессовали. Пересадка взрослого дерева – вопрос рискованный. При малейшей ошибке растение может не выжить и погибнуть. Крупномерные деревья – это деревья, которые выше трех метров. У них уже достаточно сформирована корневая система. И обязательно для пересадки таких деревьев необходимо сохранить материнскую почву, которая будет находиться внутри кома. Наша съемочная группа приехала на территорию храма, где планируется постройка нового здания. Все деревья в саду взрослые – от пяти метров и выше. На строительной площадке будут выкопаны деревья для последующей пересадки, такие как клен пятиметровый, каштан пятиметровый, несколько больших кустов сирени, туй несколько штук, порядка пяти-шести метров. Для пересадки мы используем специальную технику. О ее преимуществах и особенностях расскажет представитель компании «Секвоя». Будем выполнять работы с помощью пересадчика деревьев, который помогает быстро и оперативно выполнить работы. Выкопка дерева занимает порядка трех-четырех минут. Ком формируется вместе с материнской корневой системой. Там остается почва, которая помогает спокойно переживаться деревьям при посадке и пересадке. Данный пересадчик, который мы видим, он работает с грунтом тяжелым. Это суглинок, глина, чернозем. У нас есть пересадчик, который может работать с песчаной почвой. Сегодня мы планируем сделать объем работ порядка 20 деревьев, выкопать с последующей погрузкой на манипуляторы и фуры. Строительный мусор в грунте является противопоказанием. При выкопке деревьев это осложняет выполнение работ.